Практическая психология Я знаю, что вы занимаетесь специальной психологией, и очень много сил, времени и, конечно же, ваше желание вы тратите как раз на специальную психологию. Что-то такое, что за наука, и почему, чтобы мы издалека, может быть, так заехали. Я именно вас пригласила сегодня раскрыть эту тему. Ну, специальная психология – это, во-первых, отрасль психологии, с одной стороны. А с другой стороны, специальная психология, она находится на стыке наук. Ну, во-первых, это психология, это дефектология. И с какой-то стороны мы всё-таки здесь рассматриваем специальную психологию как и отрасль ещё и каких-то клинических знаний. Поэтому каждый из этих наук, в принципе, может считать специальную психологию свою. Но на сегодняшний день мы всё-таки признаём, что специальная психология – это самостоятельная наука, которая занимается изучением психологических знаний детей с особыми образовательными потребностями или, как мы сегодня говорим, детей с ограниченными возможностями здоровья. Хотя на сегодняшний день общепризнанным также является тот факт, что специальная психология занимается также и детьми с одарённостью. То есть, иначе говоря, исключительные дети. Дети, которые имеют не только отклонения в сторону минуса, но и особенности в сторону плюс. Именно этими категориями детей занимается, изучает специальная психология. В первую очередь, она раскрывает особенности этих детей, психологические особенности детей и возможности помощи этим детям. Помощь коррекционная, помощь адаптационная, помощь социализации и так далее. То есть, задач здесь очень много. Итак, у нас родился ребёнок. Рождение ребёнка – это всегда радость, это всегда такое событие, но это в то же время ещё и труд у родителей. Дальше сравнивают с нормами. Вот во столько-то должен пойти, во столько-то заговорить, вот такими-то навыками должен владеть. И ребёнок пошёл в садик, и примерно через год говорят, мы бы хотели вашего ребёнка послать на ПМПК. У родителей сразу же состояние шока, да? Что с моим ребёнком не так? Вот что такое ПМПК, и как с этим являемся дальше? Ну, начну здесь, наверное, всё-таки с понятия норма. В науке существует несколько подходов к определению нормы. И для науки, педагогика и психологии большое значение имеет понятие именно среднестатистическая норма. То есть, здесь имеется в виду норма интеллекта, норма психофизического развития. То есть, то, что соответствует большинству детям на данном возрастном этапе. Хотя, действительно, среднестатистический ребёнок может развиваться в пределах какой-то определённой нормы, но в то же время может иметь и небольшое отставание. Это всё ещё будет, в принципе, укладываться в понятие нормы. Но когда мы наблюдаем, что у ребёнка действительно серьёзные психофизические отклонения, и специалисты в дошкольных учреждениях, в первую очередь, конечно, обратят внимание родителей на это, они исходят, конечно, не из того, что надо вашего ребёнка прогнать, а исходят из того, что вашему ребёнку нужен особый образовательный маршрут. Это первое. Второе. Специалисты, которые находятся как раз в сфере ПМПК, они могут подсказать, каким образом дальше ваш ребёнок может развиваться, то есть прогнозировать развитие ребёнка, диагностировать, какая существует проблема, и вообще есть ли это проблема на сегодняшний день, но и как раз оказать, в первую очередь, квалифицированную, консультативную помощь. Причём, исходя из того, что эта помощь бесплатная на сегодняшний день, то многие родители могут как раз воспользоваться этой помощью, чтобы понять, что с ребёнком не так. Поскольку не у всех родителей хватает своей квалификации определить, соотносится ребёнок с нормативом психического развития, либо не соотносится. Либо не соотносится. Чаще всего это посылают педагог, психолог, логопед, например, в дошкольном учреждении. То есть они коллегиально принимают решение, что было бы неплохо этого ребёнка показать на этой комиссии. Да, специалисты исходят из того, насколько ребёнок имеет какие-то особенности в психическом, физическом развитии, но и, конечно, поведенческие особенности развития. Мы здесь тоже должны на них обратить внимание. Да, то есть специалисты – это и психолог, который практически есть у нас в каждом дошкольном учреждении, или логопед, и воспитатели детского садика. Ну, в первую очередь, конечно, мы на первой ступени дошкольного учреждения. Вот для родителей консультация этих специалистов будет необходима. Это как бы ценный такой толчок, от которого можно отталкиваться дальше. Хорошо, какие специалисты, что необходимо? Значит, родители собирают документы, которые необходимо предъявить, потому что это бесплатная, правильно я понимаю, консультация. Дальше назначают время, дату встречи. И вот некоторые родители говорят, как нам подготовиться к встрече с этими специалистами. Вот что вы порекомендуете? Во-первых, какие там специалисты будут? Да, специалисты. То есть в сфере ПМПК обязательно находится психиатр, невролог. То есть это представители клинические. Поскольку, если речь пойдёт о диагнозе, то он всегда имеет клинический характер. Диагноз может ставить только специалист-врач. Поэтому специалисты такие, как психиатр и невролог, они обязательны. Далее, обязательно в эту комиссию входит педагог-психолог, логопед-дефектолог. И также, помимо этих специалистов, могут быть узкие специалисты. Это отоларинголог, это хирург, это другие узкие представители как раз медицинских направлений. Поскольку иногда речь идёт о том, что у ребёнка снижение слуха, снижение зрения, у ребёнка нарушение опорно-двигательного аппарата. И в этом случае необходима уже будет как раз характеристика именно со стороны вот этих узких специалистов-врачей. Чаще всего, например, на саму комиссию уже приходит родитель с ребёнком, когда он прошёл вот всех этих специалистов. То есть там есть такая специальная карточка, где отмечено, например, если есть какой-то диагноз, например, это уже отоларинголога. Да, может быть, да. То есть, конечно, если... Бывает расширенный состав, бывает узкий состав. Если ребёнка посылает организация, то есть, ну, вот это может быть как больница, где ребёнок наблюдается, если он не ходит в детское учреждение дошкольное. Это может быть само детское дошкольное учреждение. Но также на комиссию может привезти своего ребёнка сам родитель. То есть у него тоже есть такое право. Если что-то, то его беспокоит. Да. И комиссия, исходя из своей специфики деятельности, коллегиально, вначале каждый специалист принимает, диагностирует ребёнка и принимает своё заключение, а затем коллегиально всё это обсуждается и выносится общий диагноз ребёнку и даются рекомендации. То есть нужно всегда помнить, что ПМПК вносит только рекомендации. И мы можем согласиться с этими рекомендациями, либо не согласиться. Это как родители, да? Да, со стороны родителей. Со стороны родителей. Если мы не соглашаемся, то те бумаги, которые даются на руки родителю, мы их можем даже не относить вот это дошкольное учреждение. Поскольку у нас существует на сегодняшний день закон об образовании, который гласит, что родители вправе выбирать сами форму обучения ребёнка, организацию обучения. И в рамках этого закона каждый родитель вправе оставить ребёнка обучаться или воспитываться в том детском учреждении, которым он считает нужным. Но, опять же, не прислушиваться к рекомендациям ПМПК. Но здесь тоже я бы стала с осторожностью. Потому что специалисты ПМПК, если говорить о нашем Кировском городском ПМПК, это люди очень квалифицированные, это люди очень образованные. Допустим, вот кафедра общеспециальной психологии, она взаимодействует с городским ПМПК. Мы проводим даже совместные конференции. Наши студенты, выпускники специальной психологии работают в этих ПМПК. И мы знаем, что это специалисты уже высокого уровня. Поэтому всё-таки я думаю, что родители должны не просто воспринять этот диагноз, который, предположим, в ПМПК они услышали, как что-то рушащее их планы на будущее. Но они должны понять, что специалисты ПМПК исходят из того, как будет удобнее и лучше ребёнку. То есть тут всегда надо смотреть с позиции ребёнка. В чём он выигрывает? Если я сейчас, например, зная, что у ребёнка есть определённые диагнозы, значит, у него есть какие-то задачи, которые надо помочь ему решить, прорисовать или прописать, проговорить траекторию развития его. Потому что ведь вы сейчас, наверное, нам расскажете, что есть специальные программы коррекционные, которые могут помочь ребёнку не остановиться в развитии, не чувствовать себя несостоявшимся, а наоборот помочь. Также я хотела отметить, что в законе образования звучит следующая информация. Ребёнку необходимо создать условия для получения полноценного образования. И школьное или дошкольное учреждение обязано создать такие условия, чтобы это образование ребёнок получил. И если он имеет какие-то особенности психического или физического развития, то данным дошкольным или школьным учреждениям необходимо специалистам создать индивидуальный образовательный маршрут. То есть у учреждений сегодня есть такая законодательная возможность создать индивидуальный образовательный маршрут. И в рамках этого маршрута мы должны в первую очередь думать, конечно, какое образование ребёнок получит. Далее, насколько будут решаться коррекционные задачи. И, конечно, речь идёт и о социальной адаптации ребёнка. То есть если, предположим, ребёнку предлагают вывести его на домашнее обучение, то насколько будет как раз решаться задача социальной адаптации. И вот именно почему в законе образования это было принято, чтобы вот этот индивидуальный образовательный маршрут. То есть одна из главных задач – это социальная адаптация ребёнка. И если ребёнок будет обучаться на дому, то эта задача решиться не сможет. Поэтому в данном случае, конечно, это, с одной стороны, сложно для любой школьной и дошкольной организации. То есть здесь, собственно говоря, должно быть несколько специалистов, обязательных специалистов, которые смогут помогать ребёнку. Один из специалистов – это может быть тьютер, то есть тот человек, который сопровождает ребёнка. И, конечно, должны быть дефектологи в штате, должны быть специальные психологи. И поскольку это индивидуальный образовательный маршрут, то ребёнок может в рамках этого маршрута посещать не все основные занятия, а только те, как посчитают специалисты, которые ему будут необходимы, и обязательно коррекционные занятия. То есть насколько эти специалисты могут как раз создать ему условия коррекции. Хорошо, Светлана. А вот когда родителям предлагают пройти ПМПК, прийти на комиссию, очень многие родители говорят, надо ли что-то предварительно нам готовить, каким-то образом надо ли настраивать нам ребёнка, чтобы он показал лучшие результаты. Вот что вы порекомендуете? Но, опять же, исходя из той мотивации, с которой вы пойдёте на ПМПК, если вы считаете, что ПМПК – это тот грозный орган, который сейчас пришпилит вашему ребёнку какой-то неудобный для вас диагноз, то многие родители, исходя из своей какой-то тревожности, начинают ребёнка готовить. По сути, то же самое, что человек придёт в больницу и начинает скрывать какие-то свои симптомы, и в итоге ему выпишут неправильное лечение. Вот здесь такая же налогия. Поэтому готовить можно, но не совсем целесообразно. Хотя, исходя из тех методов и методик, которые там как раз реализуются, собственно говоря, те вопросы, которые будут задаваться ребёнку, они очень даже доступны, и каждый ребёнок, с которым занимаются и родители дома, и в садике, он сможет ответить. То есть это элементарно. Как его зовут? Как зовут его родителей? Как зовут его друзей? По какому адресу он проживает? Что такое день, что такое ночь? То есть такие базовые знания, которые... Они рассказывают о особенностях, конечно, в первую очередь актуального развития. То есть то, что мы имеем на сегодняшний день, то есть тот уровень развития, который имеется. А с другой стороны, всё-таки специалисты, они пытаются прогнозировать, как в дальнейшем будет развиваться ребёнок. Но поскольку у нас иногда дети имеют очень такие близкие особенности, но в то же время сложные для дифференциации, например, задержка психического развития и лёгкая умственная отсталость, то в этом случае специалистам, конечно, приходится очень непросто. То есть их нужно дифференцировать, поскольку условия обучения детей будут уже разные. Если говорить, допустим, о классах седьмого вида для детей с задержкой психического развития и школах восьмого вида для детей с умственной отсталостью. В то же время, вот то, что касается, допустим, детей с задержкой психического развития, то специалисты ПМПК обычно они ставят такого ребёнка на контроль и говорят, контроль через год. Но обычно ребёнок, осваивая первую ступень, то есть, допустим, начальную школу, предполагается, что к концу обучения начальной школы задержка психического развития скомпенсируется. И в этом случае, если ребёнок уже более успешно учится, он не имеет никакой академической задолженности, в этом случае он может даже не приходить на ПМПК, поскольку его переведут в общее образовательное звено. То есть это тоже дело добровольное, да? Тебя никто не может, как говорится, через палку загнать на такой комиссию. Но опять же, если специалисты говорят, контроль через год, то они, вероятно, хотят посмотреть, какая произошла динамика в развитии. То есть ребёнок в условиях задержки психического развития, в условиях умственного развития, всё-таки будет развиваться иначе. Хорошо. Если ребёнку не ставят медицинский диагноз, а ставят, что задержка, например, речи, психического развития, то тогда есть шансы, что правильно подобранная коррекционная программа может помочь ему дойти до нормы? Как мы, можем ли мы таким, тем самым успокоить своих, например, родителей, да? Потому что родители часто бывают в состоянии действительно паники, потому что им же казалось, что вот ребёнка надо только любить, вот мы его родили, и только любить, и дальше всё уже само собой приложится. А тут, оказывается, ещё нужна какая-то коррекционная программа для его развития. Ну, задержка психического развития и задержка речевого развития – это тоже клинический диагноз, тоже медицинский диагноз. И если его поставили ребёнку, то, конечно, нужно понимать, что раз это задержка, то она временная. И ребёнок в условиях специально созданных может догнать своих сверстников в психофизическом развитии, ну, здесь переводишь – психическом развитии, и в дальнейшем может обучаться по общеобразовательной программе. Ну, и, собственно говоря, вообще дети с задержкой психического развития, они обучаются по общеобразовательной программе, но темп растянут во времени, то есть они могут учиться на один год больше. Другая немножко методика, да? Да, на один год больше они учатся. И условия более такие вот комфортные у них, более комфортные. Вот, допустим, в школах седьмого вида Нижнего Новгорода там обязательно у них тихий час, обязательно у них дополнительное питание, то есть более комфортные условия, конечно, там гораздо больше специалистов, которые работают, сопровождают этих детей. И результаты всегда очень высокие у этих детей бывают. Хорошо. Скажите, сейчас, ну, во-первых, с какого возраста могут послать на ПМПК, да, есть ли какие-то такие данные, да? И вот сейчас всё чаще, вот если раньше, например, говорили, что это дети до начальной школы, ну, включая начальный класс, да, то сейчас уже слышим о том, что и детей, например, которые там 8-9 класс, которые перед экзаменами, которые, например, показывают какую-то неуспеваемость, их тоже могут послать педагоги на эту комиссию. На ПМПК могут пригласить ребёнка от 0 до 18 лет. От 0 до 18. До 18. Действительно, сегодня случаются такие ситуации, когда у ребёнка не было никакого диагноза, он доучивается до 9 класса, и родители, учителя понимают, что ГИА этот ребёнок сдать не сможет. И вот почему не сможет? Потому что имеет какие-то особенности, да, интеллектуальные особенности, да, допустим, или какие-то физические проблемы, которые не позволяют ему как раз в том темпе, как сверстники осваивать образовательную программу. И в этом случае действительно ребёнка, и это даже в интересах этого ребёнка, могут в начале учебного года попросить родителей собирать документы уже, да, для того, чтобы они имели возможность сходить на ПМПК, а цель которого, результаты которого, да, будут как раз основанием для того, чтобы условия проведения этого экзамена были более комфортны для этого ребёнка. То есть такому ребёнку, допустим, могут дать больше времени на подготовку или даже форму заданий могут дать особо. Ну, в частности, это касается как раз детей задержка психического развития, которые по окончанию 9 класса, и они получат такой же аттестат, как и дети с нормальным ходом психического развития. А если это касается детей с умственной отсталостью, которые, конечно, ГИА сдавать не будут, то по окончанию 9 класса у них будет на руках справка. И с этой справкой они в дальнейшем могут поступить, допустим, в среднее какое-то учебное заведение и получить себе профессию. Ну, то есть они уже не смогут получить высшее образование, да? Да, не смогут. Хорошо. Скажите, пожалуйста, можете ли нам порекомендовать какие-то, например, книги почитать, связанные как раз вот с тем, что ребёнку раньше, например, какой-то ставили диагноз или говорили о том, что у него может что-то не получиться, а мы видим какие-то хорошие результаты, да? Может быть, какой-то фильм посмотреть? Ну, то, что может нас сопроводить, поддержать, оказать вот такой... Да, сегодня, поскольку вот вопросы инклюзии, они всё чаще обсуждаются, да, и очень много хороших фильмов было снято на эту тему, на тему как раз социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Но всё-таки в первую очередь, вот до фильмов я обращаю внимание родителей на то, что необходимо всё-таки знать законодательство. То есть что... Как законодательно мы можем защитить своего ребёнка? И что ребёнку сегодня положено по закону? То есть вот, допустим, я знаю даже такие ситуации, что мама с речевым ребёнком, то есть ребёнка-то задержка отчего в развитии, которого как раз направляла ПМПК на домашнее обучение, она пришла на эту комиссию не одна, она пришла с представителем департамента образования и доказала ПМПК, что всё-таки вот мы хотим учиться вот в такой-то школе, в таком-то классе, и ПМПК согласилась, они разрешили этого сделать. И они сказали о том, что мы это рекомендуем, рекомендуем обучаться на дому. Но вот поскольку вы осознанно к этому вопросу подошли, и мама была очень грамотна в этом вопросе, она и с юристами заранее проконсультировалась, то мы, в общем-то, не возражаем, если вы будете обучаться вот в этом учебном заведении. По поводу фильмов... Вот сейчас я что-то вспомню. Хорошо. Вот прямо рассказывали нам про фильм совсем недавно, не помню, как называется, про Аркадия. Аркадий Цукер, да. Аркадий Цукер – это известный блокер, известный бизнесмен, и про него в нашем городе позапрошлым, наверное, году снимался художественный фильм, который называется «Временные трудности». И, насколько мне известно, что даже Аркадий в детстве играл один из детей в организации «Дорога до добра», вот как раз, видимо, там ребёнок ДЦП, и вот как раз ребёнка они там нашли. И вот этот фильм, в этом фильме... Он играл его в детстве, да? И вот эта установка на здоровье позволила ему выздороветь практически абсолютно. То есть это самостоятельный человек, у которого своя семья, у которого свой бизнес, и он очень успешен. И мало того, что он ещё мотивирует всех окружающих идти и двигаться к своей цели, и несмотря ни на что, ну, любить жизнь, собственно говоря, вот так. Вот, ну и... Искать её не в страданиях, а в наслаждениях, да? Ну, поскольку всё-таки всё, что не убивает нас, да, делает сильнее, и в этом плане мы вот как раз можем смотреть на тех людей, которые чего-то добились в этой жизни, несмотря на то, что у них были определённые сложности. Или, как Аркадий Цукер говорит, временные трудности. То есть папа всё время говорил, это временные трудности, и я в это верил. Я был абсолютно здоровый. То есть прежде чем он заговорил, он знал, что он абсолютно здоровый. Это вот прямо, да, родители дали такое ощущение, да, ребёнку? То есть они дали такую установку, ты абсолютно здоровый. То есть не верь никому, кто скажет, что ты какой-то не такой. Отлично. Вот прямо вот на этой ноте, наверное, да, мы сегодня с вами и завершим нашу программу практической психологии. Спасибо большое, Светлана, было очень интересно. Ну и помним о том, что осилить дорогу идущей. Главное, что эта дорога у нас есть, у нас есть силы для того, чтобы по ней пройти. Спасибо, спасибо. Сегодня у нас была Светлана Смирнова, кандидат психологических наук, доцент. И мы говорили о том, что сделать и как правильно сделать, если вашего ребёнка посылают на ПМПК. Желаем всем любви, здоровья и счастья. До свидания. Практическая психология.